МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...что вода из родников самая чистая, потому что природная. Правда, при этом люди не задумываются, что источник может быть расположен рядом с трассой, с заводом или железной дорогой. Мы решили проверить эту природную воду. Берем пробы с трех источников. Здесь, на окраине, за городами в черте Екатеринбурга. Хотя на самом деле их намного больше. Таких родников в окраине Екатеринбурга не меньше 30. Обычно сюда заезжают садоводы по пути сдачи. Набирают воду и везут ее в город. Благоустроенным родник кажется только на первый взгляд. В 20 метрах отсюда двухполосный новомосковский тракт. Еще ближе к старомосковский. И вся грязь стекает именно сюда. Родник памяти расположен немного дальше от трассы. Но учитывая, что от Екатеринбурга все равно он не так далеко. И какой у нас воздух. И все равно с дождями все равно попадает. Коллеги в очереди говорят, что в этой воде много железа. Сотрудники лаборатории ТГК-9 этот миф опровергают. Зато подтверждают другой. Александр, скажите, правда, что в родниковой воде бывает очень много именно нитритов? Да, бывает и такое. Нитриты очень опасны для организма, для здоровья человека. Они вызывают онкологические заболевания. В лаборатории эту жидкость выведут на чистую воду. Правда, прежде чем отправлять ее в анализатор, нужно пробу подготовить. Надо обязательно по всем нормативным документам сначала подкислить воду, чтобы те металлы, которые там содержатся во взвешенном состоянии, они у нас растворились. А затем еще подогреть и разлить по целлофановым стаканчикам. Их помещают в чудо-прибор, который все грехи природной воды выдает как на духу. В жидкости много бензопирена. Это вещество первого класса опасности из четырех. Накапливаясь в организме, он бьет по печени и почкам. По цветности и мутности эта вода не удовлетворяет санпину бутилированной воды. Это говорит о том, что в жидкости много побочных продуктов хлорирования, а они обладают канцерогенным и мутагенным эффектом. Что ж, не отчаиваемся, едем дальше от города. Сады в районе Палкинского торфяника. Здесь родник превратили в мини-завод. Есть краны с технологией века 21-го. Чтобы вода потекла, к ним нужно подносить магнитный ключ. Есть вариант исконно старорусский. Родниковая вода, она химическая и всякие физические. Не обработана, не очищена хлором, не добавлена хлора, не озолена ничем. По идее, родниковая вода не нуждается в доочистке. Но здесь сотрудники водоканала сразу предупреждают. Жидкость обязательно нужно прокипятить. То, что вода это далека от чистейшей природной, говорят и наши эксперты. Мы помещаем ее в прибор, который способен разглядеть самые крохотные частицы. Мышьяк, ртуть, селен, бериллий, кадмий, свинец. Потому что они содержатся в водах только в микроколичествах. Таблица, которую создал химик Менделеев, здесь представлена почти в полном составе. То, что там, скажем, какая-то жесткость, большая-небольшая, это не страшно. А то, что может быть бензопирен таких, свинец может быть и нитраты. Нитраты мы уже нашли. Результаты анализов подтверждают предположение. В воде с палкинского торфяника превышено количество и бензопирена, и свинца, и с цветностью проблемы. Кроме того, превышены показатели окисляемости. Это признак того, что в воде много соединений, которые губительно влияют на репродуктивную функцию организма. Впрочем, это не самый страшный вариант. Есть в черте уральской столицы и худшие, но не менее любимые горожанами. В такой источник даже наши лаборанты не рискнули залезать. Несмотря на труднодоступность этого родника, местные жители считают его очень популярным. По крайней мере, любители этой чистой земной воды как-то умеют к нему пробираться. Попробую и я. То, что стоять нужно на железном прутике, жителей сортировки, видимо, не пугает. Главное, набрать воды из скважины. Даже не делая анализов, инженеры понимают, никаким санпеном вода не удовлетворяет. Мы проверим, посмотрим, конечно, эту воду. Но вода находится возле завода, и тут недалеко еще проходит железная дорога, учитывая наши погодные даже условия. В лабораторию чудоводицу раскладывают на элементы. Процесс этот совсем недолгий, машина делает все сама. Автосамплер позволяет нам разбавить пробу. Вот сейчас она разбавляется как раз у нас в два раза. То есть он берет фонового раствора 20 микролитров и 20 микролитров раствора пробы. Дальше самплер несет воду в графитовую печь, сушит и выдает результат. Родник на сортировке просто рекордсмен. Превышено буквально все. Окисляемость, цветность, мутность, количество нитратов, бензопирена и свинца. Если доверять родникам, то воду из них нужно предварительно отстаивать в течение суток, а потом еще и кипятить. Но температура убьет мне все живое. Так что пить ее можно, но это опасно для здоровья. Может быть поэтому сотни екатеринбуржцев предпочитают покупать живительную влагу в бутылках. Можно ли ее пить, не страшась за собственное здоровье, расскажем в следующий понедельник. Мы исследуем шесть видов бутилированной воды. Анна Митновицкая, Петр Вяткин, Новости, Екатеринбург.